Друзья мои, рубрика «Бизнес-ланч» шагает по просторам Ютуба. Мы продолжаем эту рубрику, она вам нравится. Опять-таки, несмотря на то, что мы не набираем огромное количество просмотров, я вижу вашу хорошую реакцию на это. Вам нравится смотреть на то, чего еще пока нет в нашем Ютубчике. Обзоры «Бизнес-ланч», слава богу, хоть что-то Виталий сделал такое свое. Ну, сложное дело, да, действительно, ходить, еду обзирать. В общем, короче, продолжаем эту рубрику. Спасибо вам за лайки всякие. Сегодня «Тора-гриль», только благодаря тому, что вы пишете там вот внизу комментарии, сделай на то, на то обзорчик, мы выбираем какие-то интересные места. Многие писали, что в «Тора-гриль» вкусные ланчи. Не дешевые, но вкусные. Вот мы это и пойдем проверим. Мы внутри «Тора-гриля», вот здесь вот прямо карта их расстелена, тут где находятся у них. Основное, так понимаю, на белорусской мы там пробовали бургеры. Было так себе в плане бургеров. Но эти ребята славятся как раз не бургерами, я как понимаю, а стейками. У них достаточно демократичные цены на стейки. Ну и ланчи. Опять-таки, вы много раз писали про «Тора-гриль», что там стоит попробовать ланчи. И мы случайно, реально случайно наткнулись вот на это заведение, опять-таки, в одном из торговых центров Москвы. Я не очень понимаю формат бизнес-ланча. Тут я тупил-тупил, говорю, где ланчи? Вот меню. Оказывается, открывается еще. Вот. Оп. И вот здесь вот, пожалуйста, ланчи. С 12 до 5 часов. Горячая плюс напиток 390. Салат, суп и горячая 490. А, и напиток 490. И ланч-стейк с гарниром плюс напиток 550 рублей. Салат, суп, горячий и напиток или ланч-стейк. Вот я не знаю даже, что взять. Из напитков. Бокал вина, чай, кофе, лимонады, газировка всякая и сок. Вот на горячее у них огромный выбор меню. Чили конкарная, жареная рыба с гарниром, копченая колбаса, сэндвичи, две котлеты с гарниром. Ну, то есть, действительно, большое-большое меню горячих блюд. Такого я еще выбор, наверное, не видел. По-моему, в шоколаднице было примерно столько же по количеству, да? Но все равно здесь больше. Здесь больше. Ты хочешь стейк? Опять ничего не хочешь. Вот вы говорите, я его не кормлю, но каждый раз, когда я спрошу, что тебе взять? Он говорит, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. У него все нормально, не переживайте. Первые недостатки, которые мы нашли в Торо-гриле, хотя у нас нет задачи искать недостатки. Это неочевидное меню, то есть, оно настолько здоровенное, что тут, черт, справишься. Никаких рисюночков, все так. И вот эта вот пастилушка, вот эта вот, вот эта вот бумажка, она, во-первых, елозит, а во-вторых, липнет. В общем, это, блин, неудобно. Я не говорю, что нужна скатерть, но лучше вообще все убрать и оставить просто деревянный стол. Слушайте, вот можете рассказать ланч-стейк. Это реально стейки пожарите на ланч? Это мясо острое, как острое мачете, но оно резанное кусочками и на шпажки. То есть, в уговоре это получается, как шашлык. А, как шашлык на шпажке. Мясо то же самое, у вас там, ну, видишь, что-то делаешь. Нет, ладно, тогда возьмем вот это за 490. Суп дня или любой выбираю? Или какой-то из них супом дня становится? Суп дня сегодня больше. Класс. Нет, тогда грибной крем-суп хочу. Грибной крем-суп, салат «Цезарь». Хочу, чтобы мы поднимали внимание, тут или салат, или салат. А, или салат, или суп, точно. Тогда я хочу салат «Цезарь». Суп я не беру. А блюдо дня какое? В качестве блюдо дня у нас сегодня идёт бифстроганов на выбор с пюрельной батареечкой и баска с пюрельным салатом «Цезарь» и «Цезарь» и «Цезарь» и «Цезарь» и «Цезарь» и «Цезарь» и «Цезарь». Понял, всё, сложно у вас. Тогда можно бифстроганов с пюрешкой и... А, гарнир уже с пюрешкой, так ведь? А попить я могу выбрать что-то из этого. Слушайте, а давайте всё-таки, наверное, ещё ланч я закажу. То можно же с собой взять, унести, да, если что? Я возьму упаковку, да. Давайте вот этот второй ланч... Где он? Стейк вот этот. Ланч-стейк, наверное? Да, хочу увидеть его. Всё, мы заказали. Мы заказали аж два ланча, я не сдержался, короче. Так, нам пришло первое блюдо. Это «Цезарь» с курицей от «Тора Гриль». Ну, достаточно немного, да, его положено. Ну, достаточно, чтобы нам попробовать. И хлеб дали, вон какую-то тарелку. А, это вот эта мачете, да? Да, это острый шашлык с картофельной тюре и горячим яичным солом. Острый? Да. Всё, это всё, да, вроде, что оно? Да, это всё. Спасибо большое. Так, нам всё принесли. Бизнес-ланч за 490 и за 550 рублей. Вот он, бизнес-ланч, вот без этой тарелки. Это стоит 490 рублей. Биф строганов с картошечкой, салат «Цезарь», лимонад и хлебушек. Ну, хлебушек нам дали под два бизнес-ланча, делите напополам. И вот второй ланч. Это у нас стейк. Это стейк, да, в формате шашлыка. Это мачете, порезанные и пожаренные на гриле. И картошка, ну, картошка фри типа. Будет глупо начать не со стейка, да, а начать пробовать салат и прочее. Поэтому я начинаю сначала стейк. Официант сказал, что это острое мясо, то есть и соус островат, и мясо замариновано, замариновано со стринкой. Это было, кстати, неочевидно на момент заказа. Ну, такое, да, неплохое мясо, видите, по волокнам. Ну, это стейк мачете, да. Давайте попробуем. Классно поджарено. Такой запах пригорелого белка, очень классный. Я сейчас попробую без соуса. Ммм, мм, 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 мм. Слушайте, классный маринад. И мясо мягкое, но не настолько мягкое, чтобы я не почувствовал его как мясо. Это не какая-то ватка. Пожевал, получил удовольствие и проглотил. Слушайте, такой остренький, очень приятный маринад и очень классный кусок мяса. Потому что вот когда в говядине ты чувствуешь сладость, ну, помимо мясных всяких вкусов, чувствуешь еще такую сладость. Ну, да, наверное, сладость. Блин, мне очень нравится. Это вот свойственно говядине именно. Я не понял, что это за соус. Сейчас. Вот этот соус, он мне вызывает большой вопрос и интерес. Какой-то такой говяжий-грибной привкус. Он очень насыщенный. Похоже, что это, ну, реально похоже, что это бульонный кубик, потому что насыщенность именно такая. Но это стопудово сделан хороший соус отдельно. Там типа демигляс, наверное, расплавили, добавили грибов. Очень насыщенный соус. Картошка фри так себе, честно. В Макдональдсе вкуснее. Из неэлитных отрубов мяса, которые используются для стейков. Вот, пожалуй, мачете по вкусу самый прям стейковый. Очень вкусное мясо. Вот раньше я Торо Гриль критиковал за бургеры. Я у них пробовал. Ролик, может быть, видели. Но, судя по всему, эти ребята знают толк в мясе. Поэтому советую поехать попробовать кусок мяса у них. Очень вкусно. Лимонадик. Лимонад вкусный. Вот, судя по тому, что здесь нет неестественного клубничного цвета, в нем и нет неестественного клубничного вкуса. То есть, я чувствую привкус клубники. Он не сверх насыщенный, но очень элегантный такой. Это действительно клубничный лимонад, который сделали они сами с использованием клубники. Это круто. Вот бифстроганов из бизнес-ланча, который мы взяли сначала. Ну, не так много мяса, как... А, хотя нет, смотри, тут в середине сделано прям такое вот углубление, и туда навалено мясо. И хорошая мягенькая картошечка. Судя по всему, малосольный огурчик. Короче, ребят, ну вот, это точно мое предположение верное. Что касается мяса, фтора гриль, нет никаких проблем. Прекрасный бифстроганов, отличный соус и, конечно же, очень мягкая, вкусная говядина. Пирожка тоже идеальная, с посыпкой вот этих хрустящего... Во! Лука. Лука. Так, вам понравится? Да, слушайте, очень вкусно. Ну, и я буду в полном восторге, если салат Цезарь окажется еще вкусным. И тогда просто нет вопросов к этим бизнес-ланчам. Сразу, на самом деле, салат складывает приятное впечатление. Вот эта крошка сверху, ребята. Ну вот, смотрите, тут курочка вот такая вот, с какими-то специями. Салат Айсберг, гренки есть, да, есть несколько гренок. Ну, в общем, в целом выглядит приятно. Он маленький, но выглядит здорово. В общем, сыр не могу, то ли у меня уже немножко подзабилища рецептора, не могу понять. Но это из хороших сыров, то есть это что-то типа Джугас там может быть, может быть это Грана Падана. Меня реально не чувствую. Вот после острого мачете не чувствую вкусы. Ладно, давай попробуем. То чувство, когда не фортануло, соус не попался практически. Девушка, здесь какой сыр? Грана Падана. Грана Падана, да? Точно он? Не Джугас там? В общем, мои предположения подтвердились. Тут Грана Падана используется в салате Цезарь. И да, он используется. Но я почему-то попробовал лист салата без соуса. Исправляюсь. Вот честно скажу, что мои ожидания были гораздо выше, чем я получил по итогу. Не очень вкусный соус. Они попытались сделать правильный соус Цезарь. Отдаленно чувствуется вот этот рыбный характерный привкус анчоусов. Но он настолько вот несущественный, что фишка соуса теряется. Хотя вот ты нюхаешь его, по запаху это соус Цезарь. А ешь, у тебя нет вот этого послевкусия характерного. Но мне не очень соус понравился. То есть это гораздо правильнее, чем просто забодяжить майонезом. Но это гораздо менее насыщенный вкус, чем вот сделаешь хороший соус дома. Давайте курочку. Нет, все хорошо. Все хорошо свальчим в Торо Гриль. Пожалуй, кроме Цезаря. Я, может быть, сделаю некую поправку на то, что все-таки действительно после острого мяса вот этого стейка мачи... О, муха летает, смотри. Муха летает. Она тоже любит стейки. Мухе это плохо. В общем, можно сделать поправку на вкус после стейка. То есть даже представить, что я не ел до этого яркий стейк, мне бы этот салат, наверное, все равно не понравился. Ну да, соус надо еще чуть-чуть подшаманить. Ну, а в остальном, то есть вот это без строганов, хорош. Вот этот вот стейк мачете в виде шашлыка с картошкой, соусом и напитком, это прям, пожалуй, то, что надо здесь пробовать. Это очень вкусно. Ну и, в принципе, ланч, который за 490 тоже хороший. Вот этот без строганов. Салат Сезарь, бог с ним, тоже нормальный сойдет. И отличный лимонад. Вот лимонадики у них вкусные. Лимонадиком прям вот пятерочку ставлю смело. Такой легенький прям, но прям клубничный. Пусть легкий, честный вкус, но клубничный. То ли где-то такие сиропы классные придумали делать. Вот такие дела, ребята. Подводим итоги сейчас по бизнес-ланчу в Торогри. Прям пармиджано-риджано. Слушай, скорректировала сейчас официант информацию по поводу сыра. То есть тут реально говорят пармезан. Пармиджано-риджано, то бишь. Фиг знает. Вот серьезно. После острых стейков нельзя пробовать ничего. Итоги какие? Цена. Ребята, ну тут, пожалуй, самый дорогий ланч, который мы пробовали. И по соотношению объема и цены тут, наверное, самая плохая история. Поэтому я поставлю меньше, чем в шоколаднице. В шоколаднице было 3. Здесь я поставлю 2,5. По вкусу, вне всяких сомнений, я ставлю пятерку в целом. В целом очень вкусно. По критерию персонала я хотел ставить 4,5. Но после того, как официантка, в принципе, удовлетворив меня ответом на вопрос, что за сыр, она после этого пошла и на всякий случай еще раз уточнила. У меня уже этот вопрос не интересовал. Она пошла и уточнила. Короче, вне всяких сомнений, персоналу Тора Гриль я ставлю пятерку. Прям вообще без вопросов. И вот официантка Алена, по-моему, ее зовут. Прям вот Тора Гриль, будьте смотреть ролик. А вы будете смотреть ролик. Прям дайте прямяху какую-нибудь. Она очень классная у вас. Скорость. Ребята, по скорости мы ставим 4, потому что чуть-чуть все-таки пришлось подождать. Около 15 минут. Не критично, но четверочку, да. Оригинальность. Ну, я не знаю, бизнес-ланч со стейком. Это ли не оригинально? Мне плевать. Может быть, это не оригинально, но это круто. Если я захочу поесть стейк вместе с картошкой, при соусом и напитком за 550 рублей, да, для бизнес-ланча дорого. Но это стейк. Это хорошая говядина. Пусть не самый элитный вырез, но это хорошая говядина. Я сюда приду. Блин, поэтому я от души ставлю за оригинальность 4,5. Пойдет. Ну и обстановка. Обстановка приятная. Конкретно в этом заведении обстановка приятная. Я был еще в заведении на Белорусской. Там примерно так же приятно. То есть нормально. Ничего сверхъестественного. Столики. Вот наше здесь вполне уютное место. Рядом с нами. Вот покажи, рядом с нами прям сидели пацаны. То есть вот они соединены местами. И я не слышал, о чем они говорят. Ну то есть тут такая акустика сделана хорошо. Музычка играет. Я не слышал, о чем говорят они. А они не слышат, о чем говорю я. Поэтому мне, в принципе, обстановка понравилась. Давайте поставим 4, как в Эльпате. У нас там тоже отдельная зона была. Итуго, Тор Гриль набирает у нас вот столько баллов. И по итогу, в качестве резюме, хочу сказать, что в Тор Гриль зайти покушать. Вкусно, но не дешево. Очень даже можно. Но если сюда пойдете, реально брать какой-то бифстроганов там, что-то такое стандартное, салатцеза, не надо. Пришли в Тор Гриль, берите стейк, стейк ланч. Тор Гриль это для мяса, это по стейкам. Туда идите, там пробуйте. Недорого, вкусно и отлично. То, что Виталий надъел и не доел, вот нам собрали в такую упаковочку. Ну, по весу немного, вообще-то, я не доел. Не так-то, не фантастически. Так что остальное заберем домой. Сегодня у меня на ужин пусть и подогретый, но все-таки стейк. Еще раз обращаю внимание, кто должен получить премию, ребята. Майданова Юлия, вот наш официант. Она просто молодец. 1100 рублей у нас, два ланча вышло. Вот такое резюме. Я надеюсь, вам понравилось. Если хотите еще какие-то интересные выпуски, вот там вот в комментариях пишите. Виталия, сходи в такое-то заведение, Виталия в такое-то. Все-все, Виталий все читает. Все по вашим заявкам выполняется. Я бы сейчас, вот я бы сейчас, не в Торо-Грисе, а в другом месте, серьезно. Если бы вчера мы не посмотрели ваши комментарии. Вот и все. Так все и работает. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч.